В эфире деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. Минтруд предложил выделить полтора триллиона рублей на выплаты материнского капитала в период с 2020 по 2022 год в связи с расширением программы. Процедуру банкротства упростят и удешевят. Правила провоза денег через границу изменились, а полки российских магазинов электроники могут в будущем опустить. Подробнее расскажем далее. Из-за коронавируса подорожают гаджеты. К этому может привести закрытие производства в Китае. Каждая неделя простой фабрик будет добавлять до 3% к цене товара, считают эксперты. Если производство не возобновится в Поднебесное до 10 февраля, полки российских магазинов, которые продают электронику, начнут пустеть. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung. Также эксперты считают, что нас ждут перебои с поставками автокомпонентов. Запчасти могут подорожать в несколько раз. В конце января о проблемах со сборкой машин уже официально объявил КамАЗ. Ситуация с коронавирусом также отразится на поставках продуктов питания из Китая, в первую очередь овощей и фруктов. Федеральные СМИ сейчас сообщают о том, что в дефиците может оказаться даже чеснок. А герои этой новости страдают от дефицита качественных услуг. Специалисты ЖКХ «Контроль» проанализировали звонки, которые поступают к ним в центр на горячую линию, и сделали вывод о том, жители каких регионов чаще всего жалуются на качество коммунальных услуг и что их не устраивает. Больше всего обращения от жителей Тверской области – почти 2500 или 9% от общего количества жалоб по стране. Среди так называемых лидеров – также Тульская область и Кировская. В топ-10 самых активных жалобщиков на услуги ЖКХ еще вошли жители Воронежской области, Татарстана, Смоленской области, Красноярского края, Челябинской, Курганской и Самарской областей. Чаще всего люди не устраивают, как управляют их домами, как вывозят мусор и организуют капремонт. Зато в процедуре банкротства намечаются приятные перемены. Замечу, что в прошлом году почти 70 тысяч россиян добровольно объявили себя банкротами. Как известно, процедура эта хлопотная и, как ни парадоксально, дорогостоящая. Недавно Госдума одобрила проект о внесудебном банкротстве. Это поможет снизить нагрузку на суды и повысить доступность и эффективность процедуры для физических лиц. Ведь из-за дороговизны и ряда бюрократических проволочек она пока остается малодоступной. По проекту арбитражный управляющий проверит, соответствует ли гражданин требованиям. Затем он разместит сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре. А главное, его услуги должны быть бесплатными. На носу День Святого Валентина. Куда отправятся влюбленные? Аналитики One Two Trip назвали самые популярные направления у россиян. На первом месте Рим, причем его популярность за год выросла на 50%. На втором месте Бангкок. Туда купили на треть билетов больше, чем в 2019. Третье место за Будапештом. В столицу Венгрии влюбленные стали летать в пять раз чаще. Кроме того, среди востребованных иностранных маршрутов оказались Прага и Ереван. Среди российских городов больше всего популярны Москва, Санкт-Петербург и Сочи. А если вдруг захочется взять с собой много наличных, то стоит помнить, в странах Евразийского экономического союза изменились правила провоза денег через границу. Это касается физических лиц. Теперь при пересечении границы нужно декларировать перевозимую наличку, если сумма превышает 100 тысяч долларов. Чтобы подтвердить их законное происхождение, нужно предоставить документы из банка. Требования касаются также чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить. У Почты России новый гендиректор. Николай Подгузова сменил бывший вице-премьер страны Максим Акимов. Его уже утвердили на новой должности. На своем бывшем посту он курировал цифровое развитие, связь и транспорт. Под его руководством была утверждена стратегия развития почты до 2030 года. Цитирую. Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными и одновременно развивать новые виды сервисов. Поэтому мы нацелены на создание высокоэффективной национальной компании, которой сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках. И напоследок. В московских магазинах появились куклы с инвалидностью. Барби делают все ближе к реальности. Рядом с идеальными красавицами в роскошных платьях на полках стоят Барби в инвалидных колясках. Впервые их завезли в торговую сеть в декабре. По словам продавцов, сейчас они стали одними из самых популярных кукол в магазине. В комплекте с Барби есть даже пандус, который ребенок может пристроить к кукольному дому. Новую игрушку оценили и психологи. Они считают, что после игры с такими Барби ребенок в реальной жизни легче подружится с инвалидом. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова